Привет всем высшим, и как видите, мы играем в новые игры. На этот раз у нас в Waylanders. На самом деле игра довольно любопытная, хотя и находится в раннем доступе, и разработчики при входе в игру заявляют, что в игре отсутствуют многие кат-сцены. Поэтому не удивляйтесь, если будут какие-то сюжетные перескоки. Всё-таки, как-никак, это ранний доступ. Хотя игр на раннем доступе развелось, в общем, довольно много, но всё же игра довольно интересная. Что ж, и вот наша новая игра. Я уже, на самом деле, попробовал немножко поиграть, и играл я за Вервольфа. Но, если честно, я как-то не понял его фишки, он... Это просто какой-то татуированный мужик, и в принципе всё. Тут разные расы, есть какие-то великаны, есть какие-то непонятные мужики с золотыми глазами. Но давай, наверное, будем играть за человека на этот раз. И, наверное, мы будем играть за... Так, дай-ка подумать. Роги, рейнджер. Так, The Mage Overtime. Что ж, наверное, наверное, мы возьмём с вами колдуна. Почему бы и нет? Я его, если честно, не пробовал, поэтому, да, посмотрел бы, что он умеет делать. Что ж, мы можем выбрать свою историю. А у нас тут либо друид, либо египтянин. Неплохо так они изогнули. Так, может быть, я не хочу быть ни египтянином, ни друидом кельтским. А так, тут кельтский солдат, либо наёмник, я так понял. Так, а тут у нас что? Слушай, ну, не так много сюжетных предысторий у нашего персонажа, насколько я понимаю. Но, видимо, за другие расы у нас выбор как-то побольше будет. Кстати, вот этот вот мужичок вполне себе симпатичный раб. Идеальная предыстория. Что ж, давай, наверное, всё-таки выберём... Выберём колдуна и выберём дру... Египтянина. Почему бы и нет? Пускай будет египтянин. Так. Обородка. Кстати, в отличие от вервольфов, нам тут дают даже выбрать цвет волос. А у того... Точнее, у той расы нам такой возможности не давали. Даже цвет кожи есть. Вау. Что же... Что же за такая немеренная щедрость? Так. У нас вот такой цвет волос, да? Что ж. Ну, давай, наверное, вот такую вот причесочку возьмём. Да, как я и говорил, будут сюжетные дыры, так что не удивляйтесь, если как-то мы будем прыгать по сюжету. Плюс игра сейчас не переведена на русский, хотя когда я её покупал, вроде бы русский был указан. Но не суть. Так. А тут нам предлагают распределить статы. Что ж. Я думаю, нам важен интеллект. Так как мы, как-никак, маг. И, наверное, стоит нам прокачать willpower, потому что он увеличивает cooldown наших умений. Что ж. Наверное, стоит, конечно, восприятие прокачать, потому что увеличивается критический шанс. Но у нас не осталось очков, поэтому, да, как-то так получится у нас. Такой вот симпатичный персонаж. В принципе, игра выглядит вполне себе неплохо. Ну, по первым впечатлениям. Так. Голос. Два мужских против трёх женских. Что ж. Феминизм победил, судя по всему. Ну, ладно. Так. Давай, наверное, вот такой голос у нас будет. Да, это точно женский. И, кстати, его не подписывают. То есть нет разделения на женский, мужской. Ну, что ж. Ладно. А тут нам, видимо, как нам будут обращаться? На он, на она или на они, оно? Я, если честно, не понимаю. Так, отцу. Нет, я думаю, у нас будет имя. Пускай волан. Пускай волан. Пускай волан. Ты первый, мой куриный. Пускай. Есть что-то, что ты нуждаешь? Нет, нет. Я, э... Я надеюсь, что это время, я всю жизнь. В момент, когда я наконец-то встречу в Туатададанах. В момент, когда мы наконец-то взбиваемся в один. Как я. Но вы должны остановиться от меня, чтобы я не перестал в голове. Редактор с моими богами, моими героями. Это много. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Что ж, слушай, но у нас немножко другое начало, чем у нашего персонажа, за которого я уже играл. Хоть и нет, нет, точно такое же. Да. Если честно, я нервничаю. Это все, что я никогда не хотел, и все, что моё сердце не остановлюсь. Я так рад, что я не встал. Я пришел сюда в первом месте, чтобы спросить, если Ваше Маджетта хотела немного завтрак. Не только, дайте мне несколько моментов судьбы. Чтобы обеспечить звезды на морозе, пока солнце их уважает. Но, конечно, мой лорд. Слушай, ну, по первому впечатлению, конечно, музыка, сама история. Ну, такая классическая сказка, но все равно свой шарм какой-то в ней есть. Конечно, по первому впечатлению, пока ничего толкового не скажешь. Кстати, мимика поставлена вполне хорошо. И, в принципе, озвучка персонажей тоже на довольно высоком уровне. Но пока что перевода диалогов нет. А где наш персонаж, кстати? Боже, а вот и он. А теперь мы должны разбудить пьяного принца. И, видимо, на нас спихивают всю работу. Понятно. Но зато у нас... Мы можем поправлять своим персонажем. Что тоже, конечно, неплохо. И, если честно, блин, он чертовски неплохо выглядит. Мы можем, конечно, побегать по самому кораблю, осмотреться. И, слушай, и детали, и... В принципе, корабль сделан очень даже неплохо. Так, что ж. Нам говорят, что нужно познакомиться, так скажем, со всеми... Со всем экипажем. Так что давай этим и займемся. Так, откуда ты? Он из Греции. Понятно. Что ж. И на этом, пожалуй, снимок диалог можно и завершить. Так. Судя по всему, она говорит, что заигрывает с друидом. И немножко смущает ожерелье, которое проваливается через ее тело. Но это уже, возможно, пустяки. По первому разу я прочитал ее имя как Надежда. Но, ладно. Так, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а с ним можно даже не разговаривать просто открыть диалоговое окно и в принципе все и теперь нам нужно разбудить нашего принца что же давай разбудим его хрена себе он по мрамору стучит your highness принц лугейд if you ruin my favorite cloak i'm gonna feed him a go easy on him амагин maybe you'll be better at holding the throne and holding his liquor at his age i was already а то есть принц так ты не проснулся как я говорил многие к сцены они видимо еще в разработке или возможно их еще не добавили поэтому у нас будут перескоки в сюжете вполне возможно так что не пугайтесь а это судя по всему принц если честно на отца он совсем не похож прямо совсем совсем я рассказал видимо его сына ему подкинули еще и заносчивый друид у них прям какое-то демократическое общество он подумает на тем годится или его сын на роль скажем так короля царя короля что же так нам надо поговорить с королем теперь и самим принцем ты действительно хочешь стать королем это никогда не было важно что я хочу это мое право по рождению по праву по рождению боже мой всего всегда готовили к этому хотел он этого или нет и теперь ему изъявляет это в лицо задница что понятно ну видимо сын бунтарь это как бы неизбежно таком случае так ты действительно довольны тем что съел с твоим сыном в общем у вас а не устраивает то что он сказал но давай его подбодрим и скажем что в общем ты сказал правильные вещи то есть он говорит что если уж я плохой отец то может быть я в общем осталось хоть хотя бы хорошим королем так давай может быть посмотрим на нашего персонажа то есть вот это очки то есть наши характеристики аквитмент обелитесь ну судя по всему я думаю что то будет на египетскую тему но нет в общем то все что он делает понятно magic bolt какая-то волна и как видишь в принципе умений у нас не так много возможно в дальнейшем окно умений и пассивок проширится но все что сейчас есть вы видите перед собой и так уж прямо много ну что ж так же тут есть формация голем вот это вот интересно то есть дальнейшем мы можем призывать каких-то големов судя по всему и также тут можно посмотреть кодекс так где он нас вот кодекс то есть мы можем просмотреть тут информацию про персонажа и как-то почитать и в принципе молодцы что хотя бы его взяли так ладно ворон шпион и сейчас у нас будет сюжетный перескок о котором я уже предупреждал ранее внезапно внезапно что происходит какого черта но до ранний доступ мы все понимаем но блин это это слишком конечно чтоб что происходит на экране какого черта король ранен почему он лежит что-то как ладно и тут у нас появляется что-то похоже на я не знаю зомбиков принца за почему-то повалило дерево что куда откуда но в общем в любом случае мы можем атаковать так так у нас восстанавливается энергия пока что нет но мы можем собрать зелья она уже неплохо так а мы можем как-то его выставить это самое зелье так да мы можем поставить вот сюда так надо идеально ровненько квадратик потому что если ты промахнешься то ничего не будет что ж эх ты давай бревнышко поднимем вербольфом на 10 силы я даже не напрягался мне интересно он сейчас повторит этот трюк да будучи хилым магом я спокойно поднимаю поваленное дерево что ж я думал здесь будет что-то вроде скилл чек там не знаю критическая неудача дерево падает на принца и у него глаза из орбит что-то в этом духе но нет 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 ничего подобного одинаковая как от сцены у всех независимости от ваших характеристик и прочего так отлично слушай ну магом хочу сказать все сражаться куда проще мы конечно можем еще нажать на пробел подумать как мы будем сражаться выбрать какого-то героя и ну например вот нажать на вот это вот умение но анимации если честно за воина какая-то рисковатая если честно не на совсем не нравится прям как-то не понимает и вот какого черта вот ты посмотри вот это вот скотина стоит там и ничего не делает его что вообще до срать на то что и убьют видимо да и ох ладно так и вот у нас появился еще один персонаж так чуть-чуть 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 ну по крайней мере держат свои дротики он довольно круто метает анимация вроде тоже сделано нормально но могли бы ему сделать что-то вроде а я не знаю колчана для своих дротиков так окей а то есть вот мы можем как-то отдавать команды в своей формации нам объясняет как это вообще сделать но если честно мне это совсем не понравилось так и да и мы вроде бы и так справились ну давай попробуем а вот и принц появился перед своим отцом они говорят что это его вина но вы ни черта не понимаю потому что тут сюжетный перескок охренеть он его добить и решил ну хотя бы поддержит его а то есть принц даже не смог вынести понятно они пошли вперед вместе с королем а мы типа в остались позади окей так и мы выбираем пускай он будет лекарем это я так понимаю друид у нас да ну судя по всему да мы выбрали друида а смотри мы можем выбрать формацию в с копьями вау классно и судя по всему у всех разные формации так но почему то вот именно формация есть у этого но черт как это классно выглядит ты посмотри на это блин и она на время это даже обидно как-то так ладно окей и чё и чё вы делаете блин а это конечно очень по дебильного выглядит и полупала все идите дальше сражаетесь гораздо эффективнее по отдельности без всяких там формаций вот кида и всех свое копье в принципе так справляется так ладно давай все таки выберем своего персонажа я уже не могу на это смотреть анимация действительно довольно рисковатая я даже не знаю станет ли она лучше ну поживо мы видим что уж тут так и у нас новый уровень что же давай может быть откроем и посмотрим что мы вообще можем сделать новое умение какое у нас будет у меня так восстановление магии лезвие а румы лезвий так а чё я могу открыть так увеличивает сопротивление водяному урону окей окей так и что еще можем сделать давай может быть прокачаем свой интеллект принципе меня это устраивает а как я могу тут что прокачать а вот мы то есть выбираем и нажимаем апгрейд ясно что ж так что мы можем то сделать то слушай ну давай может быть все таки аркан вейв выглядит неплохо посмотрим за но как она выглядит так у этого второй уровень а может что-то изучить или мы только своим персонажем получили уровень у судя по всему да зато можно посмотреть как выглядит остальные умения а у этот вообще может призывать всяких животных что ж вот и посмотри на этот трансформ он может превращать противников в кроликов и разных существ а этот получается хиллер может призвать оленя себе на помощь что выглядит довольно интересным давай может быть это изучим мне вот теперь интересно он может как-то их призывать бою так погоди к вортекс да ну сейчас увидим будет ли он колдовать своего оленя так поднимем все и давай посмотрим что вообще наш персонаж имеет способен ли он постоять за себя в каком-то честном бою о посмотри за станели отлично отлично так но пошла-поехала жара так покажи погоди да что они все кидают что камнями жуть так ладно 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 погоди погоди давай другим вызовем отлично где олень где олень давай олени нам без олени не справимся в каких-то непонятных они тут какой-то призрачный олень еще он прикольно кричит во время атаки ну чтож я думаю пришла пора выпить зелья а все подлечились нет столько наш персонаж так мужичок ты вроде бы у нас лекаря кто не лечишь своих соратников нет немножко не радует я бы сказал так лично сразу застанели суши ну колдун конечно очень сильный тут тебе и стан и все что можно так отлично короче не олень тоже неплох просто потому что он олень но подожди там сзади а еще и сзади появляются охренеть я случайно выбрал этого персонажа так почему у этого персонажа закрыта формация мне вот интересно какие вообще у него там есть голем и я не понимаю что это тут либо видимо мы какой-то щит делаем либо 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 что-то еще а видишь у этого копья получается какие-то у этого папа пам а то есть вот разные умения есть у формации хрена себе почему я этого не заметил даже так а что у лекаря а у лекаря то же самое что и у колдуна так что можно сказать ничего интересного ну ладно пошли дальше посмотрим так а вот и король с нашим качком аля халком так попробуем не подходит ко мне не надо ко мне подходить так так ребята это нормально что у меня ты какой-то воин колбасит там вообще не защищаете меня о минус принц принц не дошел сожалению так ах ты тут и еще дольше пей это зелье хрена он там где-то на секунду-две встал понимаешь ли я думаю это моментально но нет это не моментально отнюдь так а это еще что за камни а это вражеский колдун понятно насмотрелись тут аватаров всяких теперь колдует камни всякие так аж вот тут давай формацию попробуем сделать так ребят ну формация ну как бы вот давайте где она но ребята ну что вы серьезно и все не хотят так не хотят хотя подожди вот получилось то есть смотри мы можем сделать рывок вот рывок можем сделать удар какими-то копьями и вот у нас еще такой вот есть суши но это как какая-то фишка игры но на деле это выглядит крайне ущербно я понимаю что мне в комментариях будет писать что-то вроде сам ты ущербный но блинский это действительно будет не очень я не знаю ну то есть это это предполагается как фишка игры что ты вот в какой-то момент делаешь вот эту формацию и вы там как-то делаете какую-то жесть которая там убивает драконов еще кого-то но на деле это говно какое-то себе богу лучше бы какие-то уникальные умения там за какую-то ярость которая накапливается в бою было бы куда эффектнее как мне кажется ну ладно так у нас куча лута и видимо нам нужно бежать туда потому что там остались противники которые еще сражаются хотя слушай я похвалил мимику и озвучку но судя по всему они немножко не попадают скажем так в открытый рот так а зачем нам показывают ее грудь да мимика тут уже проседает сейчас оживут статуи делаем ставки статуи статуи нет нет какой-то анубис земли вы вышел лук опять показывает и грудь так и неужели мы будем про него то есть с ним сражаться так видимо божечки серьезно он же долгнул нас на пару метров зачем зачем так а зачем я побежал на этого босса тоже вопрос такой ладно хрен с ним его заставил тип так он медленно медленно атакует своей лапой и и в общем давай выпьем зелье а он призывает волков он призывает волков нет я их застанил и убил всех разом так ах ты ж хрен собачий причем в буквальном смысле он же он же кажется волк ну или какой-то волчье божество но не суть так да что что их призывает что да я выпью чай и восстановлю себе всю энергию так ребят давайте где олень где олень нам нужно лень без оленя не справимся срочно так кей так хиллер который не хилит черт я переключился на него и можно сказать сразу же умер так ладно 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 совершенно у него остался один процент хиллер ты но почему ты не лечишь нет так олень давай на тебе вся игра олень ты сможешь тащи давай я в тебя верю олень но а лень что-то как-то тоже не предпринимает попыток выжить он просто стоит и смотрит в бесконечность судя по всему он знает больше нас так олень олень давай я верю в тебя олень давай нет не смогли ну что ж что же и это у нас было вы лендерс а на этом пожалуй все спасибо всем кто смотрел ставьте лайки подписывайтесь пишите в комментариях как вам игра и еще раз повторюсь многие к сцены они еще не добавлены в игру поэтому скажем так были такие перескоки но если честно игра ну она мне досталась за 600 рублей по нынешним меркам вроде бы не так плохо и по соотношению цена-качество ну слушайте подобных игр не так много опять же пишите свое мнение под роликом а на этом пожалуй все берегите себя и своих близких пока пока и до скорого